Добрый вечер, дамы и господа, клиенты компании Амаркетс, уважаемые трейдеры. Прошу вас в общем чате поставить плюсики, если вы хорошо видите и слышите меня, если есть звуковая и видеотрансляция. Рад всех приветствовать на очередном вебинаре, посвященном самой актуальной теме, наверное, из финансовых рынков. Это криптовалюты. Основная тема, что вообще они из себя представляют, что такое криптовалюты и как на них заработать. Уже на протяжении долгого времени в рамках компании Амаркетс мы проводим подобные мероприятия, на которых обсуждаем основные тенденции, которые складываются на рынке криптовалют. Стараемся искать актуальные торговые идеи, на которых можно зарабатывать уже в ближайшее время. Напоминаю также для всех, кто только что к нам присоединился и тех, кто уже неоднократно посещает подобные мероприятия, то что для всех клиентов компании Амаркетс не только организован специальный чат, специальная группа, где регулярно идет обсуждение рынка криптовалют. Также там вы можете получить для себя самые актуальные и свежие торговые идеи, благодаря которым можете заработать на данном рынке. Ежедневно наши аналитики, департамент трейдинга анализируют ситуацию, которая происходит на рынке криптовалют и делятся своим мнением с нашими трейдерами как раз в данной группе, которая открыта для всех желающих в мессенджере Telegram, всем вам известным, с которым, кстати, сегодня наблюдались некоторые проблемы, но они благополучно решились. Поэтому присоединяйтесь и там вы можете для себя в течение каждого дня искать полезную информацию, общаться с участниками данной группы, делиться своим мнением насчет рынка криптовалют и обсуждать основные и главные новости и торговые идеи. Вижу то, что проблем со связью нет, замечательно, тогда давайте начинать по традиции. Мы с вами начинаем с небольшой вводной, скажем так, теоретической части, потому что регулярно нас посещают не только трейдеры с опытом, но и те, кто только начинает знакомиться с данным рынком. И важно, я думаю, на каждом вебинаре пояснять, что из себя представляет рынок криптовалют, для того, чтобы понимать, как вообще в целом функционирует данная отрасль, и каким образом вы можете извлечь из этого выгоду. Итак, давайте начнем. Тема вебинара, что такое криптовалюта и как на ней заработать. Традиционно начинаем как раз с того, что обсуждаем вообще, что из себя представляет криптовалюта. Это актив, который является полностью цифровым или виртуальным. Можно еще и так характеризовать данные активы. Соответственно, к ним нельзя прикоснуться, в отличие от привычных нам с вами банкнот, которыми мы расплачиваемся ежедневно. В этом есть, конечно, свои нюансы, но есть и значительный ряд преимуществ, благодаря которым данные криптоактивы до сих пор, скажем так, будоражат ума инвесторов. И, соответственно, многие сейчас только начинают вступать в эту сферу, и у некоторых получается уже с первой сделки извлекать из себя какую-то дополнительную выгоду. Итак, еще раз, криптовалюта – это актив, который является полностью цифровым. Это стоит понимать изначально, даже перед тем, как вы начинаете торговлю на данном рынке. Самая первая криптовалюта, которая появилась, это биткоин. Она была основана в 2008 году. Соответственно, основной принцип, который используется, это принцип анонимности при расчетах, и также очень высокая скорость транзакций наблюдается как раз по различным криптоактивам. Благодаря этому они получили столь значимую популярность. Новые биткоины появляются в качестве как раз вознаграждения за обработку транзакций. То есть майнеры – люди, которые занимаются созданием новых криптовалют, благодаря своим машинам, которые они формируют из различных составляющих компьютера, то есть видеокарты и так далее, они как раз позволяют им добывать новые монеты и получать выгоду без покупки их даже, например, на криптобирже. То есть они уже автоматически сразу попадают им на кошелек. Количество биткоинов заранее известно и ограничено, так как процесс создания новых криптовалют в основном зависит именно от обработки транзакций. Естественно, все официальные данные по капитализации, по количеству, они, естественно, есть в открытом доступе. Где же можно хранить криптовалюты? Хранятся они в основном на различных специальных кошельках, которые создаются, естественно, в сети интернет. Некоторые из них вы можете видеть сейчас на своих экранах, они представлены на слайдах. Также криптовалюту можно хранить на жестком диске компьютера и на мобильном устройстве в том числе, что, естественно, является очень удобным способом хранения, в отличие, опять же, от всех нами привычных. То есть на данный момент, ввиду того, что как раз данная сфера только набирает свою популярность, есть возможность, скажем так, оптимизировать процессы хранения и получения как раз новых монет. Почему биткоины и другие альткоины могут продолжить свой рост, почему они могут расти дальше? Естественно, технологии этому способствуют, технологии блокчейн, на базе которой были созданы многие криптоактивы. Она является инновационной и благодаря этому, естественно, только набирает популярность, даже несмотря на весь негатив, который сейчас сложился на данном рынке, о котором мы поговорим чуть позже. Все равно данная система является очень прогрессивной, и благодаря этому, я думаю, популярность криптовалюты в ближайшее время никоим образом не снизится. Соответственно, большие деньги уже официально могут работать с криптовалютами. Это как раз такая возможность появилась благодаря тому, что на нескольких крупнейших финансовых площадках была запущена возможность торговли производными финансовыми инструментами, такими как фьючерсы. В частности, допустим, на Чикагской бирже в Америке была такая возможность реализована, и сейчас многие институциональные инвесторы, крупнейшие хедж-фонды, финансовые институты также приспосабливаются к торговле на данных активах. Соответственно, психология также способствует развитию крипторынка. Чем больше об этом узнают частных инвесторов, тем больше спроса и интереса, естественно, проявляется к криптовалюте. Это такой психологический момент, и именно благодаря этому мы видим то, что курсы криптовалют пока удерживаются на плаву, и ни о каком обесценивании моментальном не приходится говорить. Плюс ко всему, естественно, многие страны уже официально планируют ввести свои криптовалюты, мы об этом тоже чуть позже поговорим, ну и, естественно, пытаются начать регулировать данную сферу. На данный момент, конечно, это не очень позитивно сказывается на рынке, но, тем не менее, признание криптовалюты как актива, как финансового инструмента может в дальнейшем очень благоприятно сказаться, естественно, на курсе любой криптовалюты. И в последнем слайде вы видите то, каким образом можно работать с криптовалютой, то есть основное, наверное, многие из вас посещают подобные вебинары именно благодаря тому, чтобы узнать, какие могут быть на рынке тенденции по криптовалютам, и как можно на разнице курса заработать на данных активах. Вот на вашем слайде сейчас представлены некие возможности для трейдеров, как можно начать торговлю на данном рынке. Это можно сделать с помощью криптобирж, которых на данный момент огромное количество, ну а также это можно делать с помощью брокеров, то есть уже зарекомендовавших себя финансовых площадок, где торговля будет для вас более надежной, и будет носить более вариативный характер, потому что на биржах мы можем с вами только покупать и хранить. Торгуя через площадки брокеров, в том числе которой является компания Amarkets, вы получаете возможность зарабатывать не только на росте цен на криптовалюту, а также на их снижение, что значительно улучшает ваши финансовые показатели, благодаря тому, что вы можете открывать сделки в совершенно любом направлении, не задумываясь о том, куда может в дальнейшем пойти курс, потому что долгосрочную перспективу сейчас по криптовалютам оценить достаточно сложно, но в рамках краткосрочной тенденции можно очень легко спрогнозировать движение различных криптоактивов. И работая с брокерской площадкой, у вас есть возможность не стоять в стороне, не находиться в режиме ожидания, как это сейчас происходит с многими трейдерами, инвесторами, которые инвестируют именно через биржу. У вас есть возможность зарабатывать уже сейчас, в моменте, что дает вам, естественно, больший профит в итоге. Итак, на этом предлагаю нашу вводную часть завершить. Естественно, чуть позже мы также к этому слайду вернемся, поговорим о компании Amarkets, в том числе более подробно. Это уже будет ближе к концу нашего сегодняшнего мероприятия. Сейчас я в течение нескольких минут готов уйти от вас какие-то вопросы, если они созрели уже на данном этапе. Если нет, тогда сейчас я сделаю демонстрацию экрана, для того, чтобы мы могли уже с технической точки зрения оценить потенциал крипторынка на предстоящую торговую неделю. Если есть вопросы, задавайте в общем чате. Также ссылку на нашу группу в Telegram вы видите у себя на экранах в чате. Вы можете уже благодаря данной ссылке присоединиться к данной группе. Обязательно это сделайте. Я уверен, это принесет вам максимум пользы и много-много профиля. Спасибо. Сейчас мой экран должен появиться у вас на площадке вебинара. Если вы видите демонстрацию рабочего стола, если вы видите график, на данный момент у меня открыт график пары биткоин-доллар, поставьте, пожалуйста, в общем чате плюсик, чтобы мы могли уже перейти к техническому анализу и поговорить о том, какие тенденции нас ожидают на предстоящей торговой неделе. Пока вопросов нет, хорошо, тогда переходим уже непосредственно к техническому анализу. Давайте несколько слов скажем вообще о том, что происходило у нас в криптоиндустрии за минувшую торговую неделю. Новостей было не так много, но они, к сожалению, очень негативно повлияли на крипторынок. Капитализация на данный момент крипторынка в целом упала ниже 300 миллиардов долларов, что, естественно, очень негативно сказывается и на настроениях инвесторов. Да, и многие сейчас отказываются просто-напросто инвестировать в криптовалюту. Но, на мой взгляд, даже несмотря на медвежью тенденцию, да, есть шансы на восстановление. Правда, что касаемо текущих цен, здесь ситуация спорная, да, стоит ли покупать сейчас или стоит, допустим, еще побороться, ну вот как бы за покупки на более низких уровнях. Вот. На этой неделе новость была о том, что в Твиттере запретили также рекламу криптовалют, даже несмотря на то, что основатель Твиттера, да, на прошлой неделе высказался о том, что биткоин — это валюта будущего, все равно, видимо, американский регулятор не обошел стороной данную компанию, да, которая является очень популярной в сети интернет, и на этой неделе Твиттер официально запретил рекламу криптовалюты на своей площадке. Вот. Естественно, настроения инвесторов из-за этого ухудшились, да, и мы сейчас наблюдаем снижение курса практически по всему рынку. Вот. А также новостей было достаточно много из Японии, где закрыли официально несколько бирж, да, потому как они не смогли, ну, то есть их потенциала, да, скажем так, не хватило для того, чтобы попасть в поле регуляции, и на данный момент вообще японские финансовые власти, власти вот Японии, да, обязали все криптовалютные биржи получить специальную лицензию ФСА, то есть это агентство по финансовому регулированию, вот, и если площадка не получит подобную лицензию, то она в ближайшее время прекратит свою деятельность на территории данного государства. Естественно, для многих это тоже стало поводом к определенному негативу, да, естественно, настроения трейдеров, инвесторов благодаря этому тоже начали ухудшаться. Плюс ко всему, Китайский народный банк также в своих заявлениях рассказал о том, то, что планируют всерьез заняться регулированием данной сферы на территории своего государства, даже несмотря на то, что они планируют ввести собственную криптовалюту. То есть там пока такие расхожие мнения, но все-таки то, что вот именно финансовые регуляторы очень активно сейчас взялись за данную индустрию, подрывая доверие инвесторов, ведь в 2017 году все это только зарождалось, да, и особого негатива на рынок это не приносило. Мы с вами видели, да, то, что в 2017 году практически все критые инструменты, да, выполнили свои исторические максимумы, после которых началась обильная распродажа. У каждого свое мнение на этот счет, из-за чего это могло произойти, и многие группные игроки продавали, да, биткоины, другие альткоины, и как раз то, что финансовые власти очень активно начали интересоваться как раз криптоиндустрией, это, естественно, для многих выступило в качестве негативного катализатора, к тому, чтобы начать продавать свои криптоактивы, и на данный момент мы видим то, что самый популярный инструмент криптобиржи, да, то есть биткоин, приближается к своим годовым минимумам, которые были установлены в ходе этого года, это примерно 6,5 тысяч долларов. На данный момент мы видим то, что трендовая линия, да, о которой мы с вами говорили в ходе прошлого вебинара, она сейчас пробивается, и это дает нам с вами повод задуматься о том, чтобы начать выходить из данного актива, да, кто сейчас находится в покупках, я рекомендую задуматься над тем, чтобы на данный момент закрыть свои позиции, да, и думать о покупках после того, как уже на графике сформируется полноценная модель разворота. К сожалению, те идеи, которые мы обсуждали в ходе прошлого вебинара, да, они на данный момент пока некоторые находятся только на стадии реализации, некоторые пока находятся, скажем так, в пограничном состоянии. Итак, биткоин у нас протестировал в очередной раз трендовую линию, не удалось покупателям превзойти продавцов в ходе борьбы как раз на уровне около 8 тысяч долларов, да, о котором мы говорили на прошлом вебинаре, то, что вот как раз на этом уровне покупатели могут включиться в борьбу, но этого не произошло, был небольшой откат, но после этого все-таки, видимо, удалось продавить рынок, да, и сейчас мы видим то, что биткоин торгуется уже ниже уровня в 7,5 тысяч долларов, что является тоже очень важной психологической отметкой. Кстати, с точки зрения, опять же, технического анализа, да, тоже появилась такая новость, якобы был образован медвежий крест с помощью нескольких скользящих, да, это 200-е, 50-е, которые являются характерным медвежьим сигналом на рынке, вот, плюс ко всему, также вот, опять же, пробой уровня в 7,5 тысяч долларов повлиял на данный момент на рынок очень негативно, поэтому на данный момент какие тенденции мы можем из этого с вами сложить. При повторном ретесте данной трендовой линии, то есть если дневная свеча у нас закрывается на данный момент ниже данного уровня, да, то, на мой взгляд, стоит рассматривать продажи, и целью, первой целью для продавцов будет отметка в 7 тысяч долларов, потому что она является психологическим уровнем, да, как мы знаем с вами, биткоин очень любит останавливаться как раз на круглых числах. Поэтому те, кто удерживает свои продажи на рынке, в 7 тысяч долларов, я думаю, это тот потенциал, который можно реализовать уже в ходе ближайшей торговой недели. Вот, а дальше уже не за горами отметка в 6,5 тысяч долларов, которая также может быть достигнута благодаря вот таким негативным настроениям на рынке. И что касаемо покупок данного актива, то, на мой взгляд, следует об этом задуматься только при достижении уровня в 6,5 тысяч долларов, то есть это годовой минимум, да, от которого еще может последовать какая-либо реакция на рынке. Если ее не последует, то следующая цель для снижения будет отметка в 5 тысяч долларов ровно. Очень важный психологический уровень, и протестировав который, биткоин вполне вероятно может начать свой рост. На данный момент пока для покупателей сигнала нет. Сейчас пока настроения на рынке очень негативные, и исходя из того информационного фона, исходя из технической картинки, которая у нас сейчас складывается на рынке, задумываться о покупках, на мой взгляд, пока рано. На данный момент если говорить о торговых идеях, о торговых перспективах в ходе ближайшей торговой недели, то как раз продавцы могут взять вверх и с половиной тысячам долларов. Первой целью, естественно, это посмотрим, какая реакция будет там, потому что уровень тоже достаточно сильный. Мы видели то, что покупатели на этом уровне неоднократно активизировались, это было как раз и последний тест этого уровня, когда он был еще в феврале текущего года, поэтому будьте осторожны, если вы сейчас находитесь в продажах, то на уровне семь тысяч долларов уже можно будет значительную часть позиций зафиксировать, часть можно оставить для того, чтобы удерживать до уровня шесть половины тысяч долларов. Если вы планируете купить биткоин, то на данный момент я думаю это делать рано, и нужно будет реагировать только тогда, когда мы уже приблизимся к отметке в семь тысяч долларов, если на данном уровне никакой реакции от покупателя не последует, тогда ждем шесть с половиной, и оттуда уже пытаемся небольшими объемами работать в покупку. Раньше этого я думаю рассматривать какие-либо входы на бай, то есть на покупку не стоит, это однозначно. Ну и соответственно вместе с биткоином у нас снижаются и остальные криптоактивы. Давайте перейдем на следующий график. Вторая по капитализации криптовалюта это эфир, которая сейчас также продолжает снижение, причем мы отмечали в ходе прошлого вебинара то, что снижение по данному активу должно произойти, что в принципе с успехом реализовалось. На данный момент мы уже пробили ключевой уровень, ключевую область в 430 долларов за одну единицу и на данный момент курс актива эфир стремится к значению в 350 долларов за одну единицу. Вчетом того, что биткоин является неким флагманом для рынка, является скажем так локомотивом движения многих криптоактивов естественно по биткоину мы уже сказали о том, что есть потенциал к снижению, значит и по эфиру он также сохраняется, поэтому если в ходе ближайшей торговой недели будет протестирован уровень в 350 долларов за одну единицу, я удивляться этому не стану, потому что это будет вполне логично и те, кто работает с данным инструментом, призываю вас присмотреться как раз к этому уровню, потому что он действительно является очень значимым для рынка, и если все-таки биткоин уже начнет разворачиваться, тогда эфир также можно будет покупать, но это делать естественно стоит не раньше уровня 350 долларов за одну единицу, на данный момент потенциал снижения около 50 долларов по данному инструменту сохраняется, сейчас эфир торгуется возле значения в 400 долларов за одну единицу, тоже очень важный психологический уровень, который может немного затормозить падение данного инструмента, но потенциал к снижению до уровня 350 долларов за одну единицу на данный момент является очень явным, и опять же, если вы удерживаете короткие позиции, которые мы обсуждали еще в ходе предыдущего вебинара, то до уровня 350 долларов за одну единицу я уверен следует их удерживать. Что касаемо покупок, об этом пока говорить рано, явных признаков к росту у нас нет на данный момент, мы обсуждали то, что может появиться возможность покупки как раз от уровня 430 долларов в ходе прошлой недели, но так как настроения на рынке были в основном недвижие, естественно, ни о каких покупках не может быть речи, поэтому эту идею мы сейчас отметаем и готовимся к дальнейшему снижению данного актива. Еще раз напомню, целью является уровень 350 долларов за одну единицу. Если переходить на более мелкие таймфреймы, то там также у нас пока все находится в негативной тенденции и пока никаких признаков к тому, чтобы купить эфир у нас совершенно нет. Поэтому если мы увидим возможный ретест уровнем 430 долларов за одну единицу, от этого уровня уже можно будет задумываться о продаже как раз до уровня 350, если вы еще не в рынке. Если вы уже в рынке, если вы держите короткую позицию еще с прошлой недели, тогда я вас во-первых с этим поздравляю, во-вторых моя рекомендация на данный момент такая, что 350 долларов это очень ключевый уровень поддержки, на котором можно будет свою продажу зафиксировать. Переходим к следующему активу. следующий на очереди у нас эфир классик, который продолжает у нас с вами оставаться в рамках такого диапазона консолидации, который мы выделяли еще вебинарами ранее. мы на прошлом вебинаре говорили о тесте уровня 18 долларов за одну единицу, практически 18 долларов, и после этого теста у нас идея была такая, что если мы этот уровень преодолеваем, тогда уже думаем о покупках, если нет, тогда нас ожидает очередной тест уровня 12,5 долларов за одну единицу, который с успехом произошел, и те, кто продавали от уровня 18 30, поздравляю вас с прибыльными продажами, и рекомендую сейчас на данном уровне свои продажи уже зафиксировать. На данный момент уровень 12,5 долларов за одну единицу является такой некой опять же границей к тому, где стоит принимать торговые решения, в случае если мы все-таки пробьем этот уровень, и соответственно будет закрепление ниже, тогда следующей целью у нас станет отметка примерно 9 долларов за одну единицу эфир классик. Поэтому если вы думаете о том, как войти в рынок по данному инструменту, то стоит как раз обратить внимание на то, какая будет реакция на данный уровень. С учетом того, что по всей криптоиндустрии сейчас сплошной негатив, да, и позитива крайне мало, несмотря на то, что в ходе прошлой недели были некие возможности, да, скажем так, с точки зрения фундаментального анализа к тому, чтобы купить криптовалюту, в ходе прошедшей торговой недели они полностью растворились и весь позитив сошел на нету именно благодаря тем новостям, которые мы обсудили чуть раньше. Поэтому, если сейчас рассматривать тенденцию по инструменту эфир классик, то это основная, то есть приоритетная тенденция у нас все-таки складывается именно к продаже. 9 долларов за одну единицу это очень серьезный уровень, я думаю, от которого еще можно получить какую-то поддержку, да, там уже можно будет думать о покупках, но пока о них говорить, на мой взгляд, очень рано, и в случае закрепления ниже уровня 12,5 долларов за одну единицу рассматриваем с вами продажи до уровня 9 долларов. Если все-таки в ходе предстоящей недели будет затяжная консолидация выше уровня 12,5 долларов, тогда можно будет осторожно купить до уровня 18, но учитывайте, что по основным криптоактивам есть значительный потенциал к снижению, поэтому эфир классик могут просто затянуть вместе с остальными и тенденция может восходящее прерваться в любой момент. Поэтому пока на данном рынке настроения именно медвежьи, настроения преобладают именно продавцов. И на мой взгляд против такой господствующей тенденции пока работать не стоит. Переходим к следующему инструменту. Следующий на очереди у нас Zcash, который на данный момент уже тестирует уровень в 160 долларов за одну единицу, который как мы видим на истории являлся неоднократной поддержкой для котировок данного инструмента. Поэтому не исключаем возможную коррекцию, которая может произойти у данного инструмента уже в ближайшее время. Но так как все-таки общая тенденция на рынке говорит о том, что многие активы нужны продавать, нам стоит выделить следующий уровень поддержки, который на мой взгляд будет находиться на отметке примерно в 100 долларов за одну единицу. То есть потенциал снижения еще остается, и так как многие гриптоактивы сейчас находятся под давлением, инструмент Zcash, я думаю, это тоже не обойдет страны. Поэтому что нам с вами необходимо какие торговые решения мы можем принять уже сейчас. В случае консолидации и появления каких-либо признаков и сигналов к развороту по данному инструменту мы можем с вами задуматься о покупках, но они должны быть крайне минимальным объемом, потому как еще раз повторюсь, что тенденция на рынке пока больше для продавцов благоприятная. уровень 280 это сопротивление, если вы все-таки надумаете войти к покупке, то на этом уровне я думаю, что уже стоит сфиксировать значительную часть своей позиции. Если все-таки вы готовитесь продавать, тогда нужно однозначно дождаться закрепления ниже уровня 160 долларов за одну единицу, потому как уровень 160 неоднократно поддерживал курс данного актива и именно благодаря этому уровню он неоднократно показывал очень серьезную восходящую динамику. Поэтому сейчас ситуация такая, что мы ожидаем пробоя уровня 160, целимся в 100, но не исключаем возможность теста 280, но опять же это может не произойти, курс может обвалиться абсолютно в любой момент, поэтому если вы готовитесь покупать или уже купили при тестировании данного уровня, тогда рекомендую по возможности позицию переводить без убыток, стараться это делать максимально быстро, и если вы только думаете о том, чтобы купить, тогда это должно происходить наверное самым минимальным объемом с учетом сложившейся тенденции по другим криптоактивам. Переходим к следующему инструменту, следующий на очереди у нас Монеро, где также мы видим медвежье настроение на рынке, да, и те рекомендации, которые мы обсуждали в ходе предыдущего вебинара, они отчасти сработали, отчасти нет, мы говорили о возможности выхода за уровень 220 долларов за одну единицу, который не реализовался, и после теста данного уровня инструмент начал ползти вниз. Естественно, это во многом связано с тем, что основная тенденция на рынке у нас находится именно в медвежьем, медвежьей стадии, да, и поэтому сейчас по активу Монера у нас также сохраняется потенциал к дальнейшему снижению, тем более, если мы обратим внимание с вами, сегодня у нас произошло достаточно серьезное поглощение покупки роста на вчерашнем дне, поэтому, на мой взгляд, тест уровня 170 долларов за одну единицу является сейчас наиболее приоритетным, до него осталось буквально считанные доллары, считанные пункты, поэтому уже на данном уровне нужно будет смотреть реакцию, но я бы покупал мне раньше уровня в 145 долларов за одну единицу, и на данный момент я по данному инструменту пока нахожусь вне рынка и жду снижения к уровню в 145, долларов за одну единицу, соответственно, уже от этого уровня мы с вами будем смотреть за покупками, сейчас пока не говорить преждевременно, и господствующая тенденция на рынке остается медвежья, поэтому те, кто удерживает короткие позиции, после теста уровня в 224 доллара затроет кунцию, можно будет на уровне 170 долларов зафиксировать уже большую часть позиции, остальное постараться удержать до уровня в 145 долларов за одну единицу, на данный момент пока никаких предпосылок к росту, к сожалению, на данном инструменте мы не видим. Переходим к следующему активу, это лайткоин, здесь у нас ситуация такая же, как и на многих активах, несмотря на это, я все равно продолжаю удерживать данный инструмент, и считаю, что потенциал роста у него есть и довольно-таки значительный. Сейчас мы находимся в очень важной области, где была очень ожесточенная борьба между покупателями и продавцами, было это примерно месяц назад, даже, наверное, уже больше, чуть, да, это было как раз в начале февраля, сейчас у нас уже конец марта, практически два месяца прошло с того момента, как завязалась такая борьба, где вверх взяли все-таки покупатели, и инструмент выстрелил очень значительно и добрался практически до 250 долларов за одну единицу. Но после того, как на рынке начал преобладать негатив, в основном, да, опять же, связанный с возможностью регулирования данной сферы, инструмент Litecoin также не устоял, и на данный момент мы видим то, что актив продолжает свое снижение, и что мы можем выделить здесь. Ну, естественно, мы видим то, что инструмент уже протестировал практически уровень в 100 долларов за одну единицу, от которого сейчас получил некую поддержку, да, и мы видим некий откат сейчас цены после установления внутреннего нового минимума. Вот. Потенциал снижения на данный момент еще сохраняется, и в случае продолжения негативной динамики следующим уровнем поддержки для инструмента выступит уровень примерно 93 доллара за одну единицу. как мы видим с вами на истории он неоднократно уже помогал курсу пары вырасти и, соответственно, в этот раз мы не исключаем такой же возможности, тем более по основному активу у нас присутствует вероятность дальнейшего снижения, по лайткоину ее тоже исключать не стоит. И набирать очередную позицию на покупку я планирую как раз от уровня примерно 93 доллара за одну единицу, потому что на этом уровне на мой взгляд реакция будет однозначна и покупатели безусловно должны будут на этом уровне включиться в рынок и начать корректировать цену ну как минимум до 120 долларов за одну единицу. Поэтому если вы сейчас удерживаете покупки, то в принципе терпеть осталось не так долго, я думаю, что ниже уровня 93 долларов за одну единицу курс данного актива уже не преодолеет. Ну, по крайней мере в ближайшей торговой неделе этого произойти не должно, поэтому если сейчас вы находитесь в покупках соответственно так же как и я, я еще покупал как я вам уже говорил ранее, еще в феврале этот инструмент и буквально недавно открывал также длинные позиции на уровне примерно 140 долларов за одну единицу. На данный момент эта сделка находится в просадке и я ее продолжаю удерживать, веря в то, что данный актив все-таки покажет себя еще в ближайшем будущем и его рост будет возможно даже более серьезным и значительным чем по другим криптоактивам. вот поэтому лайткоин сейчас пока готовимся к дальнейшему снижению если вы еще не вошли в рынок тогда на мой взгляд стоит подождать тест уровня 93 доллара за одну единицу и оттуда уже начать покупать данный актив с первой целью 120 долларов за одну единицу следующая цель 140 долларов за одну единицу лайткоина вот если вы настроены продавать данный инструмент то это можно делать только на откате откат примерно до уровня 120-140 если такое случится тогда можно будет рассматривать короткие позиции но рекомендую вам работать уменьшенным объемом потому что на мой взгляд этот актив может в любой момент начать бурный рост переходим к следующему инструменту это Dashcoin здесь ситуация практически такая же как и других криптоактивов инструмент продолжает свое снижение была достаточно длительная консолидация возле уровня 360 долларов за одну единицу который с успехом продавцы преодолели и после небольшого ретеста давайте увеличим график после незначительного ретеста инструмент продолжает снижаться и следующая цель для продавцов это 250 долларов за один актив соответственно было бы здорово нам увидеть какой-нибудь повторный ретест уровня 360 и оттуда уже открывать короткие позиции потенциал снижения примерно в 100 долларов я думаю может быть отработан на данный момент мы находимся возле уровня 300 долларов за одну единицу как я уже отметил ранее круглые числа очень позитивно сказываются на торговле криптоактивами то есть возле них всегда происходит определенная борьба можно всегда получать какие-то технические сигналы к тому в какую сторону начать торговлю на данный момент мы видим то что мы откатываемся от минимального значения внутри текущего дня вот поэтому нужно будет посмотреть как себя актив ведет в ближайшие несколько дней но оставляем во внимание то что господствующая тенденция на рынке пока принадлежит именно продавцам поэтому если вы настроены продавать тогда 250 долларов за одну единицу станет для вас очень хорошей целью для продаж которая возможно реализуется уже в течение ближайших нескольких торговых сессий о покупках пока не говорим потому что рынок в целом недвижий и если вы хотите купить данный актив то делать это стоит не раньше чем достижение уровня 250 долларов за одну единицу опять же обратим внимание с вами на историю неоднократный тест данного уровня был произведен поэтому на уровне 250 долларов за одну единицу естественно покупатели начнут включаться в рынок потому что цены минимальные за год будут они уже сейчас как бы то есть данный актив уже установил минимальную планку в рамках текущего года поэтому я уверен то что на уровне 250 долларов продавцы должны будут активизироваться и нас будет ожидать серьезный откат по данному активу и целью будет как минимум отметка в 360 долларов даже все 500 можно будет рассматривать если рынок будет этому способствовать если все-таки в рамках предстоящей торговой недели появятся какие-либо сигналы к покупкам с точки зрения именно фундаментального анализа просто пока на данный момент о них говорить не приходится их на данный момент нет все в основном на рынке связано именно с негативом сейчас поэтому снижение до уровня 250 оно вполне вероятно реализуется уже в рамках предстоящих торговых сессий следующий актив это рипл третья по катализации монета на данный момент и мы видим то что она из общего из общей динамики криптоактивов не выбивается и также снижается по сравнению по отношению к американскому доллару на данный момент мы уже преодолели уровень 55 центов за одну единицу мы видим то что сегодня скорее всего произойдет закрепление ниже данного уровня и на возможном ретесте стоит задумываться над тем чтобы продать рипл и ближайшей целью будет отметка 40 центов за одну единицу вот на данный момент это единственный ключевой уровень который можно выделить на пути медведей и соответственно покупатели на этом уровне должны начать входить в рынок тем более сам по себе актив недорогой и купить рипл свой портфель тем более так дешево в 40 центов за одну единицу это всегда здорово тем более у этого инструмента действительно есть очень серьезный потенциал кров соответственно на данный момент мы видим то что рипл установил минимальные цены за год и соответственно продолжает свое снижение я думаю то что оно продолжится до уровня 40 центов за одну единицу продавать естественно будем только тогда когда уже получим полноценное закрепление ниже уровня 55 и соответственно на повторном ретесте как правило цена после того как пробивает какой-то важный экстремум или какой-то значимый уровень всегда производит его ретест что является естественно самой выгодной ценой для того чтобы открывать позиции поэтому в случае закрепления уровня которое скорее всего произойдет уже в текущей сессии и на ретесте который может случиться уже в ближайшие торговые дни открываем короткие позиции цели 40 центов за одну единицу и соответственно держим Ripple пока до этих значений после этого уже будем думать о покупках но пока не говорить рано вот тем более можно будет можно выделить некую трендовую линию по данному активу она сейчас оказывает очень серьезное давление ну то есть она поддерживает скажем так медведи на рынке и на данный момент я думаю то что если мы не выбьемся за рамки данной трендовой линии то снижение продолжится с более усиленно с более высокой скоростью и Ripple может достигнуть отметки 40 центов за одну единицу уже в ближайшее время переходим к следующему активу это биткоин кэш на котором потенциал роста также не был реализован и не установив каких-то новых стремумов новых пиков инструмент свалился вниз и свалился очень агрессивно продали очень много видимо данного актива и сейчас мы приближаемся к отметке в 650 долларов за одну единицу примечательно то что биткоин как раз также стремится к уровню 6.5 тысяч долларов биткоин кэш у нас может уже в ближайшее время протестировать 650 я думаю на данный момент о покупках не может быть и речи по данному инструменту тем более до ближайшей поддержки еще есть потенциал который примерно на данный момент составляет около 90 долларов поэтому если вы находитесь в коротких позициях то их естественно стоит удерживать и на уровне в 650 долларов за одну единицу можно будет задуматься о том чтобы их зафиксировать потому как на этом уровне судя по истории мы получали очень сильную поддержку для данного актива и в этот раз мы можем также ее увидеть но раньше 650 покупать биткоин кэш я думаю однозначно не стоит потому что по всей тенденции рынка у нас сейчас наблюдается снижение и этот актив я думаю не станет исключением и будет также торговаться в рамках нисходящей тенденции в ближайшие несколько торговых дней вот такие идеи у нас по биткоин кэш и в целом по рынку еще раз отметим это преобладание нисходящей тенденции по многим криптоактивам таким как биткоин эфир рипл биткоин кэш лайткоин есть потенциал к дальнейшему снижению поэтому если вы настроены к покупкам то вам на данный момент нужно посидеть стороне если вы все-таки работаете в рамках нескольких тенденций то есть если вы допустим работаете с брокерской компанией очень здорово если вы являетесь клиентом компании амаркетс то у вас есть возможность на данный момент реализовать планы не только по покупке инструментов но и по продаже потенциал потенциал то сдвинуть они могут очень значительно поэтому работать нужно средним объемом не нарушать money management и стараться все-таки фиксировать свои позиции на любых значимых экстремумах на любых круглых уровнях 7000 долларов за одну единицу допустим по биткоину будет уровень как раз к тому чтобы зафиксировать уже часть своих продаж если вы в них на данный момент находитесь поэтому здесь вообще на рынке сейчас такая тенденция нужно нам с вами к ней прислушаться и работать именно в рамках данной тенденции и никак иначе в противном случае это может повлечь за собой очень серьезный очень серьезный минус на вашем счете и я думаю если вы будете работать именно в рамках медвежьей тенденции по крайней мере в ближайшие торговые дни то профит вас обязательно ожидает итак на этом техническая часть у нас подходит к завершению соответственно давайте мы с вами сейчас разберем те вопросы которые у вас остались в рамках текущего вебинара что еще вас интересует кстати вот Илья написал о том то что провал с Litecoin как раз он во многом поспособствовал снижению котировок Litecoin это также был негативный катализатор негативный фон по данному активу просто мы в основном стараемся обращать внимание на те новости которые давят на либо поддерживают криптоиндустрию в целом вот так как эта новость была как касалась именно Litecoin да о ней мы они упомянули в рамках сегодняшнего вебинара но спасибо Илья о том то что вы напомнили про данную новость это как раз относится сейчас к Litecoin и соответственно Litecoin у нас продолжает снижение 93 доллара за одну единицу напомню это цель сейчас для продавцов вообще на самом деле вот касаемо последнего вопроса который задали сейчас в чате записи вебинаров выкладываются очень оперативно вот и да вот уже практически на следующий день они появляются на канале YouTube компания Amarkets вот поэтому проверяйте и уже возможно в ближайшие дни возможно там завтра либо послезавтра появятся записи как раз текущего вебинара также вы можете ознакомиться там с теми вебинарами которые мы проводили ранее да вот ссылку как раз вы уже получили в чате напоминаю вам также о группе Telegram где регулярно идет обсуждение рынка криптовалют где мы делимся с вами торговыми идеями практически на каждый день там вы можете найти и долгосрочные тенденции да для рынка криптовалют если вы инвестор который привык работать в долгу скажем так там же вы можете найти и торговые идеи уже более краткосрочные если вы планируете заняться внутридневной торговлей по криптовалюте то вам также стоит присоединиться к нашему каналу и получать для себя торговые идеи на каждый день по основным активам которые торгуются на криптобиржах и в рамках компании Амаркетс вот также напоминаю то что каждому из вас у каждого из вас есть возможность получить бесплатно книгу которую написали наши трейдеры о рынке криптовалют где представлено очень много полезной информации о том как проводить фундаментальный технический анализ рынка именно криптовалют потому что у него есть все таки своя специфика и она значительно отличается от тех активов с которыми мы привыкли работать традиционно и соответственно вы ее можете получить став клиентом компании Амаркетс зарегистрировав в нашей компании свой собственный личный кабинет и связавшись со своим персональным менеджером вот дополнительно также хочу отметить что работая с торговой платформой которую предоставляет компания Аммаркетс именно Метатрейдер 4 вы имеете возможность работать в разных направлениях то есть и осуществлять торговлю на рынке криптовалют но и также на других ценных активов что послужит серьезной диверсификацией вашего капитала и даст вам возможность даже в какие-то негативные моменты на рынке оставаться в профите благо торговых идей по другим инструментам у нас предостаточно но основной акцент мы естественно с вами делаем в рамках вебинара на крипто активы и по ним как раз основные торговые идеи можете получать в крипто чате какие еще вопросы у вас остались уважаемые участники вебинара по криптовалют давайте буквально несколько минут на них ответим с вами и соответственно на этом уже будем заканчивать нашу сегодняшнюю трансляцию когда закончится падение но сказать сложно опять же мы обсуждая технический анализ выделили несколько значимых уровней по каждому активу и реакцию рынка нужно будет отслеживать как раз при достижении данных ключевых значений если вы посмотрите записи наших предыдущих вебинаров то можно увидеть то что те уровни которые выделяются на графиках они с успехом себя отрабатывают то есть происходит регулярный тест данных уровней и очень многие из них действительно являются скажем так сигналом к открытию либо коротких либо длинных позиций опять же в зависимости от тенденции рынка поэтому вам рекомендую следить как раз и отметить у себя на графиках те уровни которые мы обсудили сегодня и при достижении котировок данных уровней соответственно уже с помощью дополнительных сигналов с помощью дополнительных торговых идей которые вы можете получить в рамках опять же телеграм-канала Амаркетс вы можете как раз для себя уже искать какие-то точки входа на рынке пока падение продолжается и может оно продолжится ну если мы говорим допустим про основной актив биткоин то уровня в 7000 долларов в случае его преодоления 6500 долларов это ближайший уровень поддержки которые могут быть протестированы уже в рамках ближайшей торговой недели вот поэтому падение пока продолжается и на мой взгляд может вот ближайшую торговую неделю также продолжится но обратите внимание что движение вниз да сейчас очень слабое то есть если мы посмотрим с вами допустим на отрезок когда биткоин начал падать со своих максимум да там достигнуто было практически отметка 20000 долларов падение было очень сильным то есть практически безоткатно инструменты вообще все начали снижаться и ну как бы шансов для покупателей было практически не было сейчас движение вниз по многим инструментам оно очень слабое оно очень ограниченное да биткоин в день проседает не больше чем на 1000 долларов поэтому это это как раз является предвестником к тому что нас возможно ожидает очень скорый разворот по многим активам то есть ну опять же тут про все монеты можно правильно движение вот как раз ближайших уровней поддержки может все-таки сломить основную тенденцию рынка и активы могут повернуться уже в обратном направлении но сейчас пока покупать однозначно рано и если у вас есть короткие позиции то пока в них стоит на мой взгляд оставаться другой тенденции я пока выделить на рынке не могу так вижу то что вопросов больше в общем чате нет поэтому предлагаю на этом закончить вам всем желаю хорошего вечера удачной торговли в рамках предстоящей торговой недели встретимся с вами как обычно в следующий четверг в 19.00 по московскому времени всех благодарю за внимание еще раз желаю хорошего вечера и успешной торговли всего доброго до свидания 对 до свидания �� noted то и недели oven к до свидания до свидания и н так Продолжение следует...